И всех снова приветствую! С вами я, Алексей. Мы продолжаем играть в Казаки 3. Хотел сказать, снова война. Ну, конечно. Ну, вообще-то уже в третий раз война, так что... Можно сказать, что и Казаки 3. Казаки в третий раз война. Война не прекращалась. Казаки. И так далее. И вот так. Я вижу тварей. Я вижу много-много тварей. Так. Значит. Тут у нас есть твари. Так. Ой, а у них большой отрядик. Так. Стой-стой-стой. Отходи давай. Конт-травл-2. Смотрите. Всех вроде бы замочили. Так. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Нам же убивать их не надо. Стойте. Я... Он просто... Смотрите, что сотворил. Вы посмотрите, что он творит, этот Казак. Он просто всех у них крестьян захватил. Это вы называете тяжелым компом? Чё-то он нифига не тяжелый. Он какой-то включенный, что ли. Не, как-то это странно. Смотрите, что творится. Он просто тут бегает и всех харасит. Ладно. А, тут же золотая шахта. Точно. Нужно ее захватить. Сколько у него ресурсов, но он бездарен абсолютно, поэтому... Он просрал все свои ресурсы и все такое. Так, значит, ты вот это... Да, мы теперь идем... А, стойте. Да. Мы можем просто здесь строить, смотрите. Да, ясно. Ясно. Окей. Все понятно. Теперь, короче, вот так вот бежим. Думаю, этих наших войск нам хватит. Во! Во! Вот эта вот штука хороша. Или вот это. 12 тысяч. Или вот это. Давайте за 12 тысяч шар, чтобы уже вообще насчет разведки не париться вообще. Просто никак. О! Наша любимая шахта. Прочь руки от Донбасса, путинская свинья! Все, прощай. Еее! Выше облаков. Достижение получено. Ачивка Unlocked. Все, путинские свиньи не получили Донбасс. Это хорошо, наверное. Захватывай их! Одного только захватили. Бедненький, ты хороший. Ты оказался не рабом. Ты из оппозиции. Иди отсюда. Видите, есть все-таки другие русские. Один из трех крестьян крепостных. Так. Стойте, они, они же, смотрите, они башню, я же забыл, они же башню строят. Это ж отстой. Так, идите-то, да, достройте башню. Анти... 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 Антиостанкинскую башню, вот как это называется. То есть против пропаганды башня. Она будет стрелять тем же самым, только будет против. Откуда у них вообще деньги на все вещи, которые они делают? Так, 72, нет, 72 нам не нужно. Иди, короче, сюда, распускайся. Ох, как мне нравятся эти отряды, которые... Без офицеров. Блин, Украина самая легкая для игры страна. Вот и все. Все шахты им порушили, все порушили. Теперь осталось только их огородить и все. Запоребрик. Как говорится. Это и будет нашей задачей. О! Сила выстрела плюс 6. А может я рановато ее исследовал? Так, стойте-ка. Так, у нас здесь, похоже, очень много лишних. Лишних русиш-швайнов. Поэтому. Пусть они идут что-то строить. Так, а вот вы... Вы... Хотя нет. Блин, я неправильно поступил. Я осознаю. Я ошибался, когда называл русишей-швайнами. Я же их специально берег, чтобы они стену строили. Поребрик так называемый. Так, Ctrl-2. Вы идете, короче, сюда. Здесь, короче, башня. Все. Русиш-швайны офигевшие. Так. А че она такая низкая? Она ж была выше раньше. Ладно, будем считать, что это было раньше, а значит все изменилось. Так. Вот так. Е-е-е. Сюда давайте. Идите. Строить идите. Все, короче. Они не могут сопротивляться нам. Но вы видите, что-то это ты и слабый дофига. Я не знаю, почему так случилось, но это случилось. Так. Так, значит, вы идете сюда. Так, а вы тоже идете сюда. Вы, короче, будете достраивать стену. Ага. Блин. А-а-а. Стройтесь вот так вот. Все. Сейчас тут наша подмога прибудет. И будет все хорошо. Пока что ждите. Так. Ну, сейчас нам должно хватить огневой мощи. Смотрите, как неплохо они фигачат. Просто. Груз 200 пошел в Москву с невиданными доселе скоростями. Ну же, стена. Стена. Антипутинская стена. Чего вы такие ленивые? Реально. В России нет реальной оппозиции. Смотрите. Они даже стену не могут построить. При том, что им даже материалы все дали. Ну, вот говнюки, смотрите, какие. Так. Сюда, значит. А, или у меня... Да нет, у меня хватает вроде бы всего. Так. Слушайте, а... По-моему, есть апгрейд на скорость строительства. Вот, давайте, короче, сделаем его. Именно для России. Что-то вы уже построите. Какие же вы писящие. Так, стойте. Ну... Насколько я помню, шахты в 18 век крейдить нам пока что нельзя здесь. А... Ну, то есть, у русских там нужно еще в 18 век переходить. А у нас такой возможности нет. Поэтому это очень плохо. Так. Отходим. И, в общем-то, да. Ну, как-то слабо-слабо. Буду в следующий раз против очень тяжелого играть. Или против невозможного. Э-я. Э-я. Нет, ресурсы нужно нам оставить. слушайте мышь украинцы нам нужны ресурсы у них территории так будет хватать этих русских за поребриком эй так аль м так вот есть поставили вроде бы стену эй я здесь нет неправильности на чуваки а я тут кстати прямо рядом они собственно счет строя отчет пытаются невозможно я погорячился давайте короче здесь вот так вот сделаем оставим ему золотую шахту я добрый а это а ч а я могу их выбрать так давайте-ка 2 и 3 нет больше стен вот так все так вы должны быть стационарными не дойдете даже вот так вот не дойдете поняли а чё они даже шахты теперь не строят чё-то у них заглючило немножко когда я их всех крестьян перехарасил и ну ладно стена скоро будет достроена и все вернуться на свои места так как тут наши крестьянчики чё-то их слишком много даже вот сюда а а вот начинают строится дальше немножко ну да в принципе тут у них просто мало места это же я сразу начал повсюду строится и кстати вот еще что насчет стены можно ее еще как-то устро ускорить устроить конечно устроить прочность зданий скорее всего это на здание будет как раз и влиять о стойте у нас у нас еще грейды оказывается есть какие-то забавно забавно никогда о таком не слышал 307 да много их их много так стойте-ка может быть еще одну ратушу где-нибудь влепить вот прямо здесь за поребриком хотя нет слишком далеко вот здесь влепим чтобы рядом типа лес можно будет потом дерево добывать и вся фигня так штык дурака пуля молодец открыто достижение интересно интересно опять идут что то они тупые действительно как и сказали а я то думал я посмотрел как они короче с невозможным играют и подумал что типа здесь компы и вся фигня а чё это смотрите они какого а это башня по ней стреляет по этой штуке ну ладно тогда так открыли ворота открыто достижение архитектор это тот что в матрице был или какой архитекта капец у них уже 22 атака и защита не намного меньше на самом-то деле так этим чувакам теперь это надо грейдить значит вы идете куда так через шифт 2 через шифт 3 через шифт 4 через шифт 5 надеюсь хватит крестьян чтобы повсюду там отправить ну вот эти вот еда и дерево они дешевле чем вот эти капец эти сечевые они дорогие а сколько они стоят у нас в дипломатическом центре интересно золото 50 так слушайте наемники выгоднее наверное хоть они и золото жрут но блин 200 еды еще 10 золота а там всего лишь 50 золота вот сечевых казаков вообще не нужно было в дипломатическом центре оставлять или хотя бы нужно сделать их каких-то слабых давайте сравним короче одного делаем 8 и 150 а у этого он немножко другой вроде бы не вроде с хохлом вроде нормальный такой так отправим его на убийство а это 300 у него два раза больше здоровья атака в принципе очень маленькая 8 всего лишь ну да для харасса он разве что подходит не украинские казаки все таки покруче чем наемные будут интересно а вот это старая нет не работает а я не помню как включать ту штуку чтобы проходимость была видна да не помню вот бы опять такое сделали просто я не знаю здесь можно пройти или нет не знаю не знаю так ну допустим вы допустим вы вы можете сюда пройти нет не могут значит все нормально и держать позицию ох как их много 354 скоро будет 400 отряд отряд 400 казаков вот такой вот он в общем нужно кончать где там вся русня вы скоро достроить и давайте ускорим короче да эй вы чё творите каким-то фигом эта шахта сама у меня захватилась ну ладно русские выходите оттуда быстрее валите из этой эрефии я надеюсь вы эти поросята пётры или как его там называетесь так всё уничтожим шахту так ну и где еще ну здесь вроде бы о кстати тут уже в век в новый можно переходить но я не хочу этого делать так стойте-ка бегите сюда быстрее вот здесь где-то стройте короче эту штуку вы тоже стройте давайте нужно эту великую стену строить как-то побыстрее потому что я не хочу четвертую серию тупо на постройке стены останавливать видите если не давать компу развиться тонны будет таким слабым вот смотрите какие красавцы как мы там можем что-то еще усовершенствовать 30 золота 21000 окей хотя золото маловато на самом-то деле ой чё с крестьянами непотребности творятся какие-то опять они глюканули ох как быстро воздушный шар летает ну уже почему стены так долго строятся так давайте поставим скорость большую ну здесь все будет хорошо я уверен так 52 теперь вот здесь еще 12 тысяч золота ну теперь у меня золото нормально так идет поэтому я могу себе это позволить какая там будет атака у сердюков будет бешеная атака я думаю так больше стройки давайте а ты чё мешаешь смотрите тунеядец какой-то не строит блин пятая колонна так так пусть еще быстрее будет значит я уже вообще оборзел я знаю убита 493 вот почему здесь нету опыта за убийство не дается как в других некоторых даже многих я бы сказал в стране так значит дальше почти достроили так здесь тоже нужно побыстрее достраивать все вроде бы здесь все построили значит сюда идите достраивайте тут тоже все построили тут тоже все построили ну значит не знаю сюда добегут не добегут давайте тоже сюда их да красивая стена будет это будет круто ну две тысячи подданных открыто достижение ага население достигло двух тысяч предчет прикольно ну правда чинет достижения вот выбила типа достижения построить у округ у компа стену вот это я понимаю увлекательное достижение ну то есть возле вокруг например невозможного компа построить стену и при этом не убить его вот это я понимаю достижения согласитесь а вот это достижение типа 2000 подданных то это блин каждый нуб сможет сделать наверное они для ну полу сделаны эти достижения так что здесь у нас дальность стрельбы артиллерии значит это качаем сколько там уже атака у наших стрелков 62 и и парни нет мои крестьяне запоребрик кыш русня говнюки какие смотрите из чего удумали удумали поработить свободных русских ну что все здесь уже все построили надеюсь нет еще немножко не достроили еще как раз две минуты и будет все нормально не хватает живых мест но мне плевать вообще уже на всю экономику на все остальное потому что ну вы понимаете мне оно не нужно нафиг тут у меня даже здесь шахты как вы видите есть я вообще красавчик вот еще могут это прокачать дальность стрельбы и артиллерии но смотрите 71 атака интересно где еще атака им дается я не понял вроде ж железный шом пол что-то вот это вот давно надо было штуку кстати качать прицельные системы для пушек нет но это не повысит их атаку это повысит их скорость атаки это разные вещи видите разницу 78 а ну да если сейчас 78 а будет 84 в принципе все логично 400 этих сердюков до 400 сердюков с такой армии можно кого угодно завалить ну и да теперь мы ставим так вводим фри камера и и все вот как вы видите они все стоят но у нас пауза да у нас пауза и они все стоят так control крутим короче стойте я вижу своих смотрите я вижу своих каким-то бокам ва ва она как выглядит да вот это пойдет на превьюшку короче правда выглядит не очень назову это рашка за поребриком так и вот так вот да не очень красиво наверное ну тогда вот так вот как то но это красиво ну то есть не очень красиво в том плане что карта здесь заканчивается да блин этих скринов надолго хватит ну и теперь собственно все теперь все по умолчанию и теперь можно пойти всех замочить где тут мои казачки кстати вот вы давайте вкачиваетесь побыстрее вот этих я уверен хватит да вот этих парней хватит чтобы здесь все замолить это только сейчас они исследовательскую свою университет построили вот говнюки расстрелять расстрелять революцию сделать в российской империи все понятно тут только мальцева не хватает так сюда значит ой они все видите видите тактика выжженной земли все палят сволочь лишь бы не досталось древним укром все не где-то крестьянчики все мы победили всех поздравляю бэкспейс а бэкспейс это как а ну вот это типа ну это ангельское терпение открыто достижение это я не понял к чему надо будет посмотреть что значит эти достижения если честно они мне не нравятся ну то есть я аж не школьник чтобы за достижениями гоняться ну это вот такой вот у нас первый летсплейчик теперь возможно начнем опять компанию какую-то играть а потом опять уже боль против более сложного компа а может даже и по сети будем играть еще в казаков ну и всем спасибо за просмотр всем пока 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 пока